Алло, алло, как вы меня слышите? Всех приветствуем. Значит, у нас в властях Александр Минеев. Добрый день, Александр, мы на «ты». Мы уже провели два вебинара, можно сказать, порогнелись. И как нас слышите, вы говорите. Сразу вам скажу, может быть, начнем с рекламы, да? Да, надо тут еще собрание наше, наверное, записать. Записать собрание. Записать собрание, сейчас, секундочку. Все-таки на память вдруг сообщение видно, но не слышно, говорят. О, нормально слышим, говорят. Александр, а почему вы вчера не пришли на вечеринку ЛЧИ и не посмотрели замечательную женскую группу? Мы вас ждали, между прочим. Ну, во-первых, мне было стыдно туда приходить по той простой причине, что у меня вообще была там максимальная доходность 60%, а потом я последние полторы недели слился. Я был вообще в первой сотне. А потом, под конец, я слился до 28%, и, в общем, с таким позорным результатом за три месяца работы. Там темно было, ты бы пропускать много. А на самом деле, в общем-то, если по-честному, я вчера вечером открывал шорт по золоту. А ну, секундочку, у меня рекламная пауза. Это все проплачено. Мне заплатил Горчаков. Александр Горчаков мне заплатил большие деньги, больше, чем ты. Горчаков продает всем привет и говорит, что у него авторский курс начинается по роботам 18-го числа и 28-го числа. То есть, сейчас 18-го февраля уже будет, естественно. И это на РТС. 7 тысяч рублей стоит это все дело. Смотрите на сайте РТС. Я думаю, 7 тысяч это недорого, да, Горчакова? Для человека, который осваивает, 7 тысяч рублей. В общем, так что зайдите на сайт РТС, посмотрите, кто такой Горчаков. Теперь я хочу спросить тебя про политику. Я слышал, что твой плакат прогремел на весь интернет. Да, да, да. Ну, расскажи, ну, расскажи. Совершенно точно. Значит, вставший утром в субботу, вот, я подумал, чем бы мне заняться. Я думаю, что так подумало куча народу. Вот, и я-то сыт решил одеться потеплее и пойти посмотреть, что же такое есть за митинг на Якиманке. Вот, а еще жене я обещал, что я дойду только до металлоискателей и поверну обратно. Обманули жену. Ну, в общем, так получилось, что там просто для того, чтобы дойти до этого турбинала искателя, нужно было выступить колоссальную очередь. Причем очередь мне страшно понравилась. Там, креатив был ключом, там, люди разыгрывали кукольные театры, там были такие вообще плакаты. Я там шел с двумя такими замечательными бабенками. Ну, в общем, ну, полный ключ. Ну, в общем, я уже не мог, то есть, все, шел Маст Гуон, то есть, я зашел туда, а потом я там нарисовал свой личный плакат, который вошел вообще в топ, значит, плакатов митинга. Ну, он был, так сказать, нарисован на коленке. Ну, покажи. Ну, там в Блокберге, вот если зайти в Блокберге или набрать, там было написано «Индекс РТС 3000 без Вовы». Без Вовы? Да. Ну, тебя по 4 марта просто, ты будешь фондовая пыль у нас. Да, да, да. Ну, в общем, вот такой был вот брокерский плакат. Вот, и как бы с ним я дошел до конца, дослушал песню Юры Шевчака, в общем. Вот, и с криками «Эй, начальник!» я уже бежал к литровому, чтобы первым успеть, как всегда. Ну, это так, это так. Ну, в общем, я получил колоссальное удовольствие, потому что, ну, демонстрация – это всегда приятно. Вот, это такой, в общем, подъем морально-филитического духа, ну, просто кайф. Ну, ты с антисоветченкой, да, хочешь нашу бонарку? Ну, конечно. Такое, конечно. Плохо, плохо. Но я же вождь, я должен выступать на броневике, поддерживать свою реномейку. Ну, это, так сказать, как бы, да. Значит, на самом деле, я очень… На самом деле, ты не знаешь, у меня большие проблемы, потому что у меня не включился с утра компьютер. Я поэтому на этой машине латал презентуху и слатал чисто халявную, забацывал. На этой презентухе очень все плохие слайды. Единственное, приличный слайд – это то, что ты принес картинку свою. Так что мы сейчас, в принципе, это все записываем на камеру. Кому это интересно, то вот эти вот картинки, которые ты принес по канадцу, да, это будет все выложено. Ну, я попробую прокомментировать по той простой причине, что, да, ну, сначала я хочу вот что сказать. Давай. В принципе, да, вот мы как бы говорим об итогах недели. Вот я хотел вот что сказать. Значит, нас тут все грузят, так сказать, ну, вот Грецией, да, и вообще проблемами дефолта там и так далее. Я хотел бы сказать вот какую вещь, что проблема дефолта – это, так сказать, настолько все вот это все, так сказать, далекое и все такое, в общем, сложная, сложная вещь, что, в общем-то, на это дело обращать внимание не надо. То есть дело в том, что для кого это долги, там, для той же Греции, да, а для колоссального количества людей – это активы. И просто так, вот мы видим, как ЕЦБ убирается, что просто так эти активы никогда списаны не будут. Вы вспомните, что происходило, вернее, они могут быть списаны, но это будет совершенно другая процедура, я имею в виду рыночная ситуация. Вы вспомните, когда произошел, значит, падение биостернса, когда рынок уже припадал, понимаешь? То есть рынок припадал, конец лета и осень, и в сентябре ударили, то есть рынок уже был на лоу. Слушай, они вопросы дают. Друзья, давайте вопросы чуть попозже, ладно, вот чуть попозже, потому что интересно послушать Вью. Может быть, он уже ответит на ваши вопросы с самого начала. Нет, я просто хочу сказать, что это очень важно, что ждать того, что дефолт Греции случится на хаях – это неправильно. Вот дефолт всегда случается на лоу. Вы вспомните, как произошел дефолт того же Бестернса, следующий был Риман Бразерс, да? Или когда произошел обвал 11 сентября, ведь рынок уже припадал. То есть, грубо говоря, все должны купить клиенты. Сейчас все клиенты ставят в продажу. Какой смысл, кстати, обрушивать? То есть я потом об этом скажу. То есть Греция к текущей ситуации не имеет, на мой взгляд, никакого отношения. Это как бы раз. Теперь, что касается общей ситуации и итогов недели. На мой взгляд, это можно уже говорить, я сегодня об этом написал и в Смартлабе, и в Лобберге, о том, что самый главный итог недели – это сегодняшний удар в Ри. По башне. В Ри, да-да-да, по башням. Значит, это удар от 163,5. Значит, вот этот импульс, который прошел вниз утром… Боже, мне кажется, я слайд уже загрузил. Вот. Он… Попарит свой. Он… Он… Вообще, это очень важно. То есть этот импульс, он претендует на начало даунтренда. Значит, вот о чем я говорил, ну, тут не совсем видно. Ну, как не видно, ну, что принесли. Не, ну, понятно, да. Ну, да. Ну, это… Я об этом потом немножко скажу. То есть вот это очень самое… Даунтренд. Ну, ты мне про даунтренд говорил еще в середине недели. Нет, нет, нет. Это… Объясню. Объясню. Дело в общем. Значит, как известно, значит, все это дело началось, опять же, с разводных криков про то, что все пропало на итальянских бандах в декабре, да. Значит, теперь понятно, что там, то есть, народ купил. И дальше пошел нормальный аптренд, да. И вот, а дальше началась очень интересная вещь. Вот я… Вот на этих слайдах… А есть другие слайды, да? А у нас, понимаете… Нет, у меня нету слайды. Хорошо, хорошо. Ну, почему я объяснил, да? Хорошо, значит, вот 26 января случился фикс в Канадце, в валютах и так далее. Точно так же где-то в районе 1308 случился фикс на СИПИ. То есть, как бы, вещи… То есть, грубо говоря, уже многое шептало, что люди начали фиксироваться. Другое дело, что, так сказать, как известно, ну, я не знаю, там, из всех теорий, так сказать, я там пользуюсь market profile, так и так далее. Фикс не является точкой входа в шорт. То есть, это окончание лонга, да. То есть, на… Вот, грубо говоря, так сказать, вот уровни, так сказать, ри, которые соответствуют этому числу, это где-то приблизительно 157. Вот там, и вот те слайды, которые я опубликовал, они явно показывают, что наибольший объем, вот если посмотреть профиль ри с декабря, как раз проторговка вот там вот, 153-158. А дальше, что получилось? Дальше получилось вот какая вещь. Значит, а как продать? Как продать на хаях «Газпром»? Как продать на хаях «Сбербанк»? Значит, надо двигать ри наверх все время. И в это время сливать, так сказать, настоящие бумажки. Я опубликовал на эту тему, ну, я хочу сказать, что тут это я здесь не оригинален, так сказать, ну, как бы, моим учителем здесь является Сашко Кузьмин, который в свое время меня научил, что, так сказать, на хаях никогда нельзя продавать ри, да, а нужно продавать конкретные бумажки. И я, так сказать, целую неделю на Блокберге, так сказать, везде, так сказать, на смарт-лабе вел такую передачу, вот, о том, что давайте искать самые плохие бумажки. И я это, как говорится, воню... Слушай, я просто извинюсь, я объясню ситуацию, да, вот они меня тут, это самое, ребята костерят, ну, они правильно костерят, что я... Просто мы не успели, последнюю секунду, вот, как бы, ты подошел, да, мы не успели загрузить эти вот слайды сюда, да, ну, мы не успели презентацию, но это все, то, что мы сейчас говорим, это будет выложена запись на социальных сетях, Камон там и других, да, и на сайте Церях там, будет на канале Верников 100, будет буквально завтра. И там уже я эти слайды подгружу точно, 100%, вот, так что вы смотрите в записи это все дело, там будут слайды. Сейчас у меня слайдов, просто мы не успели подгрузить, да, извини, что перебил. Да, 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 вот, значит, как бы, на чем, да, значит, и о том, что, так сказать, несмотря на то, что РИ, так сказать, шел наверх, все равно были бумажки, по которым был совершенно честный вход в шорт, да, ну, например, ВТБ. Вот как вот, как вот шорт случился на 0,733... Вот, посмотри, и Роснефть, вот график от Александра Мишина, там полный набор был диверенции, да? Да, да, а Роснефть, это вообще просто, так сказать, это, я позавчера ее просто засунул, вот, ну, я ее пропустил. Вот в этом проблема заключается в том, что я сейчас вот сижу дома, ну, за сколькими бумажками я могу наблюдать? Ну, вот, ну, там, ну, 5, 6, ну, 10, вот, ну, вот, так сказать... Смотря какая-то торговля идет, может, она идет раз в месяц... Да, и вдруг, то есть, Роснефть выскакивает на 234, и, то есть, вот, вот там была, то есть, совершенно роскошнейшая точка для шорта. Я ее засадил по 221, ну, и что, и вчера по 209 благополучно закрыл. Вот, нет, я просто хочу сказать, что, несмотря на то, что, да, я как раз пропагандировал то, что, да, РИ растет, и нефиг РИ шортить. Есть бумажки, которые нормально шортятся, просто нормально шортятся, просто надо искать, вот... Ну, ты нашел такие бумажки? Да. И проехался? Да, и проехался, вот, несмотря на то, что РИ рос. Вот, то есть, в чем, как говорится... Это идея Сашкова Кузьмина, что он знает, что я такой индекс, я знаю, что такое бумага отдельная. Конечно, 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 и это совершенно правильно. Вот, другое дело, что итогом недели этой, да, состоит РИ ответственность за движение. Вот, как бы, есть очень большая вероятность... Ну, как, то есть, невероятность, она просто вот, вот, на данный момент, это просто вот, как данность, да, что РИ трендово ударил от 163,5. И это был импульс. И вообще говоря, там, нам, вот мы сегодня как раз обсуждали о том, что это с Эдата, с Эдатой, вот, а в Америке такой пока что ситуации нет. Там, вот, здесь есть полная аналогия, значит, полная аналогия того, что происходит, происходило у нас и в Америке. Вот помните вчерашнее движение РИ от 166 до 162? Вот это там, бах, такая палка, да? Потом мы отросли вечером на 163,5 и сегодня спокойно ударились, да? Вот в Америке, удивительно, да, но они, как бы, опаздывают, да? Вот там была ситуация какая? Там был заход на 13,49, да, вот оттуда, на самом деле, это было, как говорится, там, то, что называется, инициирующие продажи. Потом был ударчик, так сказать, как бы, без объемов уже, так сказать, вот что сегодня может быть, да? То есть, это вот отход на 13,46, там колбаса, то, сё, пятое, десятое. У нас тут, так сказать, начнется крики о том, что, о, типа, всё, всё, это, всё надо хапать, всё надо вырасти, да? Как бы, ну, нужно понимать такую вещь, что, если, так сказать, вот это классический паттерн на шорт. То есть, как бы, сначала удар, первый удар, так сказать, большой удар, так сказать, который просто в всю зону стоимости, потом, так сказать, в центр зоны стоимости, и потом удар вниз. Поэтому, так сказать, вот я, честно говоря, я, так сказать, конечно, с очень, ну, не очень люблю это делать, так сказать, но, как бы, вот у меня вчера сработал сигнал, честный сигнал на инвестиционный шорт золоти по 17,50, что я вчера сидел как идиот, бухал дома там один. Ты бухаешь? А трейдинг уже плохо? Ну как, руки трясутся. Я вчера столько на там... А можно рекламу дам про бухло? Вчера был праздник ЛЧИ, праздник ЛЧ, который не пришёл. И масса аналитиков, в том числе и Майт Рэй, там и Фёдоров, там были и давали прогнозы. Они похуже были, чем ты, прогнозы, но давали. И это всё я смонтировал, и завтра выгляжу на канал Верников 100, на Камон, на ЦЦерях, большое видео. И там все аналитики прогнозируют... Через месяц посмеемся, короче. Значит, остановились на том, что ты бухал виски. Да, да, да. Виски, да? Это было виски. Да, ну а чего ещё бухать вечером одному? Ну да. Значит, честно говоря, про прогнозы. Вот я очень боюсь следующего сценария. То есть, я просто боюсь, что очень много людей как бы... Ну я общаюсь с народом, да, я понимаю, что этот вот поход наверх очень мало людей взяло. В основном люди там, то есть, гоношились, гоношились. Потом где-то от 157 там начали активно шортить. Вот. Их сейчас вынесло, так сказать, кто там закрылся, кто пересидел там и так далее. Я очень боюсь следующего сценария, да. То есть, понятно, что на 157 мы придём. Вот у меня, ну, там так или это... Зуб даёшь. Ну не то, что ты посадил. Я не знаю... А когда пройдём? Мы готовы. Мы придём и туда, и сюда. Да, да, да. Нет. Ну, как бы мне кажется, что это вот хаи текущие, да, 166 там, вот это вот. Всё, да. То есть, реально мы вот эту десяточку, ну, грубо говоря, вот мы туда спустимся. Ну, это у нас такой стандартный ход 10 тысяч пунктов по индексу. Да в последнее время что-то не хватает мочи этих ходов делать. Вот. На две тысячи, три тысячи. Вот. Мне так кажется, что мы туда всё-таки придём. Я, к сожалению, не знаю только когда, но просто про с торговки, вот, ну, можно посмотреть там на Бломберге или там на Смартлабе. Вот это я всё выложил. Там просто видно, вот, на сегодняшних моих постах. На коммуне, кстати, что ты на коммуне не выложил? Ну, вот там, да, ну, наверное... На коммуне надо? Да, на коммуне, да, ещё. Вот тут, понимаешь, я пишу одну версию для Смартлаба, вторую версию. Я же не могу копировать. Вчера у вас был хороший шорт. А, они с тобой наблюдают по Волфиксу. Они знают, что у тебя был хороший шорт. Да, да. Отслеживают. Тебя большой брат за тобой следил, да? Так, понимаешь, как бы, вот Волфикс – это, так сказать, очень правильное содружество, да? Где, в общем-то, мы... Одно тихонечко. Это реклама Волфикса, пожалуйста. Да, конечно. А теперь спроси, вот вопрос такой интересный сразу. Андрей, кроме Горчакова советую, если сходить на семинар к MyTrade, Герчику, Солодину или 717? Вот твое мнение. Ты Андрей. Ну, кстати, я... Ты Андрей. Я Диму Солодина знаю лично, поэтому, так сказать, я вот очень советую. Я тоже Солодину. Он, так сказать, он очень умный парень. Вот. И я совершенно точно знаю, что он, хотя, так сказать, всех вот разводят на эти опционы, да? У него взгляд на эти опционы, кроме всего прочего, еще на уровне базового актива. Мне кажется, это очень правильно. Вот. Значит, 717, вот то, что он пишет, вот, значит, ну, не знаю, мне кажется, очень большой бэкграунд у человека. Вот. То есть, ну, так вот, я так иногда просто начинаю, вот это да, думаю. Охренеть. То есть, мне вот очень интересно его читать. 717? Да. Мне просто очень интересно его читать. Вот. Ну, а первые два – это звезды. Почему бы, если не сходить? Вот. Ну, конечно, конечно. Во-первых, это… Вчера поздравляли, кстати, MyTrade. Он входит в команду 24 лучших United Traders.com. Там дураков не держат. В общем, поэтому можно смотреть. Ну, наверное, начаться надо с Солодиной все-таки. Да? Верчаков Солодин, да? Пара такая. А потом можно по всем остальным процессам. А… Дело в том, что проблема обучения – это, в некотором смысле, у меня больная проблема. Мне тут летом некоторые люди сказали, ну, давай-ка напиши вот чего-нибудь. Вот. Какой-нибудь курс. А-а-а. Вот. И я сказал, что да, конечно, я с удовольствием это сделаю. И это оказалось очень сложным. Очень сложно. Ну, в общем, как бы, вот, осенью я попробовал в частном порядке просто своим друзьям, как бы, вот это все дело прочитать. Ну, понятно, что друзьям вообще нельзя ничего читать, потому что там стоял хохот и гогот. И вот конец, особенно, когда все уже напились просто, меня все послали и так далее, до этого чтение курсов друзьям закончили. А на виде-то это было записано. Нет. И мы уже написали. Нет. Ну, в общем, на самом деле, я понял такую вещь, что, значит, вот, как бы, обучение, да, вот, если об этом зашло, зашло, я даже пост на эту тему написал. На самом деле, по большому счету, да, оно должно подразумевать три стадии. Вот. И это нужно точно все понимать, на какую стадию попадать. Первая стадия, в общем, это должно быть такое вообще практически бесплатное обучение, ну, условно говоря, которое должно стоить, там, тысяч пять рублей, да. Где ты просто человеку рассказываешь, да. Рассказываешь просто о том, как устроен рынок. Вот, на самом деле, очень многие не понимают. Вот, они работают на этом рынке, уже хрен знает что. Но они даже не понимают таких вещей, типа, вот, как устроен рынок, вот, на уровне, вот, как устроена пита, как площадки устроены. Это очень важно, на самом деле. Ну, как говорится, ну, не услышит, не услышит, не услышит. Ну да. То есть, вот, на первом уровне нужно просто рассказать о том, что человеку, что рынок устроен только от лонга, например. Понимаешь? То есть, это вообще очень мало кто понимает. Что, вот, что нету шорта, да вообще шорт, это вообще полная глупость. Вот. Несмотря на то, что я тут возникаю про шорт. То есть, вот, как бы, людям надо внушить некоторые вещи, вот, типа, среднесрочных трендов. Вот это очень сложно объяснить, что такое среднесрочный тренд. Вот. То есть, на самом деле, ты там можешь, ну, грубо… Среднесрочный тренд – это вот что. Что такое надо было, грубо говоря, там, первого числа, января, там, купить, да, и там, двадцать шестого продать. И всё. Вот это вот среднесрочный тренд. А ты-то что, читал курсы до кого? Нет. Понимаешь, я сейчас нахожусь в осознании того, вообще, как должно быть устроено обучение. А зачем тебе это нужно? Ну, потому что я сам учусь. Понимаешь? Потому что я, на самом деле, реально, после того, как я, там, в восьмом году, там, или в седьмом, там, засадил много, да, я с тех пор учу. Сколько много? Ну, неважно сколько. Много. 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 Ты тыграл это всё? Реально. Нет, конечно. Вот. Значит, ну, у меня нет такой цели. То есть, я, как бы, начал жизнью заново, и, то есть, я и не переживаю. Всё, как говорится, эти деньги, как на дурочку пришли, так они и ушли. Ну, и что теперь? Плакать, что ли? Вот. Так вот, второй курс, да, вот, на тот, который, вот, 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 люди, да, вот, я думаю, что, вот, ребята, да, они реально уже должны рассказывать о, о втором курсе. То есть, это, как бы, курс уже, там, сказать, мастера, это точные входы. Да? То есть, когда ты, когда ты понимаешь, что рынок, вот, там, когда ты среднесрочно понимаешь, что рынок вниз, да, значит, нужно искать рынок, то есть, точные входы на низ. Вот это второй, второй этап, как бы, трейдинга. Когда ты уже, ты уже, то есть, уже, вот, вот, в этом заключается, так сказать. И самый, ну, самый дорогой, вот, вот этот курс, он должен стоить, я так понимаю, пять тысяч долларов. Вот. То есть, если первый курс должен стоить пять тысяч рублей, да, второй курс мастерский, да, когда тебе говорят, значит, так сказать, вот, Солнце встало тут, Венера встала тут, так сказать, этот, засигналил это, баба Яга наколдовала, продавай. Вот, понимаешь? Тебе пишут даже аж зеленым цветом. И третий курс сразу. Я этот вопрос запишу. А третий курс, третий курс должен стоить, ну, условно говоря, пятьдесят тысяч долларов. Ну, третий курс это… О чем? О психологии. Ну, третий курс, там уже деньги не играют никакой роли. Понимаешь? Вот, на третий, это очень дорого. Я, причем, я здесь излагаю не свои мысли. Все это, на самом деле, реализовано на Проглятом Западе. То есть, вот, самые такие продвинутые курсы для людей, которые хотят стать вот… Ну, то есть, они вот, они торгуют с нормальной доходностью, да? Ну, вот, как бы, если ты хочешь стать, ну, супертрейдером, да? То ты должен быть… Ну, понятно, я не говорю про тазы талантов… Но после первого курса могу успешно торговать? Или после второго? После второго? Ну, после первого… Я думаю, что вот нормальный человек, если ему, так сказать, рассказать, как устроен рынок, да? Он, в принципе, должен торговать вот такие вот большие тренды, так сказать, без всяких плечей… Все понял. Давай более конкретно, потому что уже народ начинает… Уставать. …возмущаться. Спрашивают, применяется ли объем на своем анализе… Только… Только этими применяю. Ну, это же опять реклама «Волфлексы». Да. Тогда я буду Горчаков рекламировать. Горчаков идите за 7 тысяч рублей. Да, да, да. Так, значит, теперь по поводу графиков, которые мы покажем, но уже это самое, которое ты принес, я не могу сейчас просто их показать. Да, что ты думаешь по поводу этих графиков, вот… Доллар и евро. Значит, я хочу сказать такую вещь. Значит, вот у доллара и евро, ну, по объемным графикам есть такой уровень, там, 1.3370. Вот. Оттуда начался импульс, вот, летом. Вот мы фактически туда и пришли. Более того, вот, я опять же, понимаете, как бы я, ну, некоторые не очень понимают вообще, о чем я толкую там или пишу, да? Я человек не… У меня нет особенных прогнозов, там, и так далее, и так далее. Вот. У меня есть самое важное, что я придумал, и чему, по большому счету, никто не учит. Все учат входить в лонг. Да. Потому что все правильно говорят, что ситуация такая, она вся лонговая. Да. Я придумал совершенно другой подход к торговле. Я знаю четко паттерн шарфта. Угу. Вот пока его нет, я покупаю. У меня вообще другой подход, так сказать, к трейдингу. То есть я все время покупаю, 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 покупаю. На всех проливах там, то, сё, то, сё. Потому что я точно знаю шартовый паттерн. И как это выражается в деньгах, как эта монетаризация какая-то идет? Ну, ничего. Ничего, ничего. Ничего, да? Ничего. Ты плюс-то закрыл прошлый год, хотя бы? Конечно. Ну, на всякий случай. Ну, я говорю, что я специально, я специально, публично проторговал. Да. Вон у меня есть скромный 28 процентов на ЛЧИ. То есть, когда меня кто-то спрашивает, типа, а что такое? Я говорю, ну вот вы откройте и посмотрите. Ну, 28 процентов за два с половиной месяца, да? Вот. При этом я хочу сказать, что, по большому счету, да, вот как бы, вот я выбрал себе путь, ну, такого, как бы, самурайский, понимаешь, в некотором смысле. Потому что, вот, по большому счету, масса людей ориентирована, и их нельзя в этом винить. Масса людей ориентирована на управление чужими деньгами. Вот вопросы, извини, я понял, да. Тут у нас просто вот мордой в эти вопросы. Про людей мы сейчас… Горизонтально. Горизонтально используешь, да? Понимаешь? А что такое шартовый паттерн? Или это твоя тайна? Да нет никакой тайны. Ну, давай. Излагай. А что вы говорите? Все написано у Стэдлмайера. Вот просто у Стэдлмайера шартовый паттерн описан. Вот. Ну, ну, че… Да, я тебя сбил. Большинство людей, ты говоришь, торгуют неправильно. Нет. Значит, это… Большинство людей в своей деятельности ориентируется на управление деньгами. Вот. Чужими. Да. Вот. Почему? Ну, потому что это как бы правильно. Потому что, ну, ты сидишь там, условно говоря, и покупаешь за индексами, и привет. Индекс идет вниз. Ты говоришь, ну, извините, индекс идет вниз. Вот. Ну, минус, да. Вот. Индекс идет вниз. То есть, ну, грубо говоря, по моему пониманию, ничего не делают. Вот. Я же пытаюсь жить немножко по-другому. Я пытаюсь торговать. Понимаете, ситуация какая? Когда… Когда у человека реально в месяц, ну, вот, там, 20%, да? Вот, по большому счету, никакие деньги заемные там больше не нужны. Да. Вот реально, понимаете? Ну, вот так вот и есть. Да, в месяц, в месяц 20%. Ну, это вот как бы достаточно. Нет. Только, наверное, деньги к нему сами будут стучаться за дверью. Да они ему скажут, да идите, ребята, мне не нужно. То есть, даже с любого депозита начни, понимаешь? Ага. Ну, и у тебя 20% в месяц. Ну, как бы, так сказать. Ну, ты… Ну, спрашивают себя. Расскажи, пожалуйста, про популярный паттерн. А ты говоришь, что Дермайер идете. А где посчитать? Понимаешь, какая вещь. А не пойдет это впрок. Понимаешь? Потому что, так сказать, нельзя… Вот возьмите наших олигархов, понимаешь? Вот они из грязи в князи. А не получается так. Я не набиваю себе цену. Дело не в этом. Нет, я не… Дело в том, что… Дело в том, что… Просто ты вот… Значит, ну… Понимание, оно… Не то, что оно дорогого стоит. Оно основывается… Вот нельзя, грубо говоря, изучать третий курс. Да, вот про который я говорил. Без первых двух. Ты ничего не поймешь. Я могу рассказать. Ну и что? Это не поможет никоим образом в торговле. То есть, ну, грубо говоря, надо… Это надо все… Ну, это должно быть степ бай степ. Вот тогда об этом, так сказать, можно говорить. И тогда человек это, грубо говоря, прочувствует. Вот. Я еще раз говорю, что изучайте market profile. Вот это правильная вещь. Так… Ты расскажи мне… Нет, ну тут пишут, что у нас звук хреновый, честно говоря. Ну, я сказал, что я… Так я же рассказал просто звук. А я же сказал, что я все записываю на видеокамер, на всякий случай. Там будет стерео-долби. Так. Звук… А, звук пишет. Звук порядки. Ну, слава богу, я успокоился. А то мне уже плохо было бы. Значит, давай по другим активам пройдемся. Ты хотел сказать мне по поводу доллар-ебро? Да. Что-то ты ушел. Нет, я не ушел. Я просто хочу сказать, что… Понимаете, ситуация какая? Я не случайно сказал про 26 декабря. Значит, во всех активах 26-27 января случился фикс. Вот. Что это такое? То есть это вот… Да-да-да, это все про тот же шартовый паттерн. То есть шартовому паттерну должен предшествовать фикс. О! Грищенко Вася. Где Вася? Вот он… Это самое… Помаши ему. Где Вася? Мы рекламируем… Нет, мы рекламируем… Мы рекламируем… Волфикс. Где он? Так, Вася, что тут у нас тут происходит? Товарищи, что же вы делаете-то, а? Вася, здорово. Вася, привет. А ты в Москве сейчас? Я… Придешь? Мы хотим с тобой выпить. А, нет. Ну что ж, у Вас с ним просто какие-то проблемы колоссальные. То я там почту не брал, то он не брал. Ну блин… Это Василий Грищенко, ты разработчик главный. Так, а что сейчас происходит? С нашим компьютером. Ты что, это понимаешь? Нет? Я не знаю, но мне очень приятно… А, да. Мне очень приятно видеть, что Вася зашёл и со мной поздоровался. Так сказать, всё очень здорово. Так, я просто хочу сказать такую вещь, что вот, значит, шартовому паттерну предшествует фикс всегда. Понимаешь? Ну, грубо говоря, так сказать, вот… То есть, нас всех вот учили всегда, что вот, что там типа рынок вот так вот, он растёт, а потом вот так вот падает. Да? Вот так не бывает. Ну, вот в книжке, во всех книжках, это написано, что должна произойти раздача. Да? Ну, как бы… То есть, это четыре стадии. Это везде написано. Ну, откройте библиотеку. Всё это… Вот, видишь, Вася уже как бы всё пишет. Всё это описано. Всё это есть. Всё это, как говорится, вот… Ну, надо, грубо говоря, попу от стула оторвать и всё это прочесть. Я сейчас опасаюсь. Что-то у нас компьютер стал жить со своей жизнью, что-то грузят там… Ну, неважно. Пусть он занимается. Я просто хочу сказать, что, значит, вот это к тому, что масса людей, масса людей имеет просто неправильное базовое образование в трейдинге. То есть, люди живут в мире иллюзий. Вот. Люди не хотят смотреть вообще, что происходит. Люди хотят про рынок. Люди хотят, типа, бабла заработать. Бабла. Да. И давай мне, пожалуйста… Про бабло. Про бабло мне доллар и евро интересуются. Понятно. Ну, вот, так сказать, вот я и говорю, что 26 числа… Вернёмся к нашим парам. Да. Посмотрите… Посмотрите на профиль, вот, Волфикса, так сказать, или там… Ну, любую, так сказать, грубо говоря, любую платформу, которая… Лучше, конечно, Волфикса. Вот. Которая строит профиль. Вы увидите, что 26 января во всех валютах, в канадце, так сказать, там, в австралийце, в евре, там, и так далее, там такое, в общем, объёмное, так сказать, вот то, что называется «фикс». Ты говори чуть потише, да? Потому что говорят, что мы забиваем микрофон. Забиваем. Ты покажи вариант. А я пойду найду эту крысу, которая здесь ползает по компьютеру. Да не надо ей ничего делать. Вот. Значит, вот с этого момента, с этого момента я начал, как бы, строиться вниз, да, с 26, так сказать, января. Другое дело, я ещё раз говорю, что… Я не шортил ри, я не шортил там, так сказать, какие-то бумаги, ну, так сказать… То есть я искал входы в шорт. Вот. И я их находил. Да, некоторые у меня… Что-то у меня не получалось, да, так сказать, там, Сбербанк. Сколько я, так сказать, не пытался, так сказать, что-то построить в шортовой Сбербанке. И Сбербанк… Итоги недели. Про итоги недели. Сбербанк. 96. Вот… Вот, как бы это сказать… Вот это был вчера честный вход в шорт. Перевод базовой книги. Вот. Спросите у нас в поддержке. Вот. Можно Васю спросить. Ну, это нехорошо, конечно. Но я просто хочу сказать, что есть… Просто… Как бы, так сказать… Почему шорт? Вот это… Этому меня Вася не учил. Это я сам придумал. Ну, понимаешь, Вася мне дал некоторый, так сказать, вот, бэкграунд. То есть вот… Почему надо шорт знать? Потому что пока шорта нету, надо, так сказать… Надо, так сказать… Надо играть от ланга. И вообще надо играть от ланга. Вот. То есть шорт – это, грубо говоря, фикс ланга. Потому что… Ну, это… Это как бы… Шорт портит позитивный взгляд на жизнь. Это… Это неправильно. Вот. Как только я… Как только… Опять же, так сказать, вот… Вася и компания меня этому научили, у меня все стало хорошо. То, что лонг. Потому что… Потому что… Вот вы посмотрите, как устроены фьючерсные контракты, да? Значит… Всегда заход… Это почти что Граль рассказывает. Давай. Всегда заход в новый фьючерсный контракт происходит от ланга. Звук, кстати, не такой хреновый. Я только что послушал. Да? То есть, понимаете, так сказать, как бы… А у нас, так сказать, колоссальное количество людей… Колоссальное количество людей… Оно, так сказать, спит и видит, как зашортить. То есть, у них базовая конструкция трейдинга – шорт. Это неправильно. То есть, значит, возвращаясь к ситуации, значит, на рынках, да? Вот… Я начал, так сказать, искать моменты только тогда, когда я увидел, что крупный парень, как мы говорим, Натан или крупный… Сейчас, сейчас, сейчас… Фиксируется. Да, мы вставили флешку, да. Он фиксирует… Нам сейчас помогут. Он фиксирует свой лонг. Это означает, что есть вариант для, так сказать, каких-то действий нехороших. Вот. Хотя я ещё раз говорю, что, так сказать, несмотря на то, что, так сказать, я как бы, так сказать, искал, так сказать, моменты для шорта, да, так сказать, я всё время, так сказать, в ри спекулировал от лонга. Вот. Потому что, просто, так сказать, последний актив, последний актив, который начинает падать – это ри. Вот это всегда так. И вот в этом смысле, про итог недели, если мы говорим, то сегодняшнее движение от 163 вниз и вчерашнее движение от 166 вниз, это колоссальные движения. Это два импульса, которые нельзя игнорировать. Нам сейчас помогли, кстати, очень загрузили картинки, я просил. Что ты хочешь сказать по той картине? Это глобальные картинки, профили, в частности, Евы. Нет, вот бегло. Давай посмотрим, что это за картинка. А народ видит, да? Народ уже видит, да. А, ну, то есть это вот картинка, вот помнишь, мы с тобой... Сейчас увидим, да. Мой триумфальный вебинар с тобой, когда... Сейчас вы увидите картинку Немногостики. Когда вот мы с тобой где-то в июне разговаривали, да, и я сказал, что вот, то есть, я заканчиваю торговать от ланга на евре 1.44 и начинаю заниматься ландшафтным дизайном. Поскольку ничего хорошего летом я не жду. Да, это... И рынок упал. И это было записано. Это было просто, это просто охренительно. Вот. То есть, и вошел в рынок, вот смешно сказать, знаете, когда? Когда? 4-го октября. Таки 4-го октября. Охренеть. До этого я, так сказать, занимался тем, что строил, там, человеку, так сказать, горку, там, альпийскую. Альпийскую горку? Ну, охренительное занятие на лето. Летом хорошо, можно даже поправить. Да. Вот. Я похудел даже немножко. Сейчас обратно отожрался. Ну, я просто хочу сказать, что, так сказать, вот, как бы, все мои, так сказать, вот идеи великие, да, это были от того, как Волфикс начал мне показывать склеенные контракты фьючерсные. Да. Опять же, спасибо Васе. Ну, тут сплошная реклама, но ничего не могу поделать. Вася Грищенко из Киева. Да. Значит, как только я начал видеть вот эти большие склеенные контракты, вот можно, так сказать, посмотреть у меня там, ну, или там вебинары поднять. Там вот написан вот этот уровень 1.36 по евро. Да. Это максимум расторговки, максимум расторговки евро с 8-го года. То есть, евро вот ходит там 1.20, 1.46, да, вот. Ага. Вот. И оказывается, основные объемы происходят на 1.36. И вот то, что вот у нас, так сказать, вот совсем недавно случилось, вот тот вот слайд, который мы показываем, это импульсное движение 1.34 вниз, да, это очень существенно. И то, что мы сейчас подошли фактически к этому уровню, да, уже, так сказать, вот то было импульсное движение, а здесь вот мы, так сказать, так вот дотукали, дотукали, дотукали. То есть, вот не знаю, так сказать, опять же, 13.50, 13.40, так сказать, по СИПИ. Ведь мы фактически подошли, то, что, так сказать, вот на жаргоне, так сказать, Market Profile называется площадка раздаточная. То есть, откуда все падение и произошло. Это нормальная вещь. Мы сюда и должны были подойти. Вот. Я вот очень боюсь вот в этом смысле, да, значит, реализации какого сценария. Что, значит, реально мы можем ведь, как сказать, вот я начинал уже об этом говорить, что сейчас народ, так сказать, в основном зашортил по, там, в районе 150-50 семей. Сейчас их вынесли, сейчас худо-бедно, так сказать, ну, возможно, мы туда придем, да, там все закупятся. Да. Они дадут еще ниже, да, там все продадут и обратно, так сказать, отрастем до 157. И потом люди скажут, а, все, больше мы на эти вот, на разводки. До 157, то есть, закупятся все, все, до последнего, деньги кончатся, все будут, да. Да, да, понимаешь, и тут наступит, так сказать, этот, август, в смысле, так сказать, апрель. Момент, апрель, и мы пробиваем 157, как сценарий, конечно. Нет, я просто хочу сказать, что, так сказать, и мы пробиваем 157 и уходим вниз. И уходим вниз, а куда мы уходим? Не знаю, так сказать, вот там будет уже ужас. Ужас? Конечно. Вот, понимаешь, вот, я просто хочу сказать, что вот эти вот, вот эти вот, вот эти уровни, вот эти вот, да, 157 пари, там, ну, как бы, они вот будут базовыми, вообще, так сказать, для принятия решения в этом году. Вот, вот, так сказать, грубо говоря, нужно смотреть, ну, то есть, я скажу по числу, да, в районе 26 января. Я запишу. Запиши. Вот все, вот все, вот все... Какая января? Января. 26 января. А что там смотреть-то? Вот уровни, уровни, так сказать, вот... И мы их не перебьем уже? Мы, нет, мы будем вокруг них ходить, вокруг них ходить, да, и потом от них начнется большое движение. Вот мне так кажется. И ты так говоришь, что это будет вниз? Ну, как сказать, трудно мне сказать, так сказать, но я, я очень боюсь, я очень боюсь, что, так сказать, вот, так сказать, вот, текущее движение, да, в котором поучаствовало очень мало людей. Да. От Ланга, да, оно сформировало армию лишенцев. У лишенцев это что-то знакомое. Да, 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 это один из моих, кстати, учителей, понимаешь? Вот. И вот теперь, когда все пойдет вниз, эта армия лишенцев купит. Вот если это послучится, это будет ужасно. Это будет, это будет хана, понимаешь? А это как ты это, ты че, звук? Это всегда так. А это как ты это отследишь? А нет, ну, это всегда так. Я этого не могу отследить. Я просто, ну, прогнозирую, прогнозирую ситуацию, что вот куча моих приятелей, да, значит, либо шортила этот аптренд. Ты прав, что ли? Да. Понимаешь? А ведь даже когда пробили тысячи пятьсот, они шутили. Да, 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 понимаешь? Вот. И я еще раз говорю, что лишенцев навалом. Навалом. И если сейчас на коррекции эти лишенцы купят, это будет ужасно. Для фонда «Ворони». Для тебя-то это будет хорошо. Нет, ну, для меня, мне все плохо. Ты наиск, можно сказать, спина, поищу. Нет, я, кстати, это, я там верчусь, там, кручусь и так далее. А сколько у тебя сделок, кстати, вообще в удержании одной сделки, там, раз в день, там, позиции меняешь? Или как вообще? Значит, вот, как бы, вот, ну, как бы правильно, правильно, да? Да, да. То есть, как повяжешь галстук, береги его, понимаешь? Ага. Он ведь, там, знамени красного цвета одного, понимаешь? То есть, как бы, надо входить и держать позицию. Ну, да. Вот. Значит, я с этим борюсь. Ну, ты не... Как ты? Я ее пытаюсь улучшить. Вот. Значит, опыт показывает, что из этого ничего не получается. Значит, поэтому, значит, что я делаю? Вот. И этому тоже учат, и вот этому меня тоже научили, так сказать, ребята, так сказать, вот, вот, Володя Бабин, на меня очень большой, так сказать, вот, произвел впечатление в свое время, и вот, Вася, так сказать, и так далее. Да-да, ты, как бы, ты входишь в сделку, да? Да. То есть, пошло в твою сторону. Закрой половину, условно говоря. Да, у тебя будет безубыточный вход. Да. Ну, как бы, так сказать, отодвинь, и отодвинь этот вот стоп, поставь автоматом. А какой у тебя стоп-то спросить? Да какая разница, какой у нас стоп? Я просто хочу сказать, что технология очень простая. Ты входишь большой, какой-то, так сказать, вот, ты точно входишь, да? То есть, ты, 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 у тебя, как бы, это стоп-лост первоначальный, очень маленький, вот, это, Волфикс это мучает с рекламой, спасибо. Вот, то есть, я хочу сказать, что... То есть, я хочу сказать, что... Да-да-да-да-да, да, да, грибки. Вот, то есть, как бы, идея, чем хорош точный вход? Что, может, у тебя изначальный стоп-лост очень короткий, да? Да, ты, как бы, ну, не пошло, ты сразу закрылся. Да. Понимаешь? Вот, но если пошло в твою сторону, а ты вошел большим количеством сразу, ты половину закрыл, а на оставшуюся половину поставил стоп-лост без убытки, а он сразу улетел, охренеть не знает куда. Все, тебя достать невозможно. Да. Вот, и поэтому ты об этой позиции, вот это у меня научил Володя Бабин, он сказал, что... Да и вообще, ну, мы говорили про лонги, да? Ну, вообще, ну, я всегда тут цитирую, не могу, это не процитирую, но он сказал, что лонг, то есть, нет больше глупости, чем закрытие заявки, чем лимитированный приказ на закрытие лонга. Ну, где он работает? Ну, это самый главный в офисный начальник. А, понятно. Понимаешь? То есть, как бы, и эта ситуация, она простая, то есть, это как бы ведение позиции. То есть, если ты вошел в сделку, поставил на без убытки, и все, и привет, это о ней забыл. Задача трейдера не заключается не в том, чтобы ведение позиции, вести позиции. Это риск, это риск. Ты не можешь как-нибудь пройтись по бумажкам или по активам, вернее? А по активам, пожалуйста, значит, этот... Ну, чего, значит... Роснефть, мы говорили, значит, Роснефть, ну, что, вот я вот вчера фиксил по 209, а сегодня на отскоке опять, так сказать, засуну Роснефть. Значит, Газпром, вход в шорт, 190,5, честный вход в шорт. Сбербанк... Потому что твои сделки видят на Аволфиксе, да? Нет, там мы, так сказать, Ри, мы с Ри, там, так сказать, работаем, так сказать, ну, так. Ну, я еще раз... Сбербанк, извини, Сбербанк, 96. Вот вчера был честный вход в шорт. Уже тоже 96. Вот, по-честному. А когда ты закрывал, интересно? Нет. А не закрывал еще? А, еще не закрывал? А, еще раз говорю, что, ну, открыто, так сказать, я там, типа, где-то половину закрыл, вот на этом, на первом проходе, так сказать, там, когда, так сказать, он, так сказать, оттуда ломанулся вниз. Вот, идет какие-то вопросы. Ты открываешь, ты что-то ждешь, а вот ты уже какие-то точки, где ты будешь закрывать, думаешь об этом? Или когда-то будет сигнал на реверс? Ну, нет, 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 я, я еще раз говорю, что я твердо знаю паттерн шортовой, да, я его жду, да? Вот он случился, да, я открываю позицию, значит, поскольку, ну, достаточно часто, как бы, я угадываю, ну, по той простой причине, что хорошо, ну, отлично, хорошо знаю теорию, да, значит, мне, как бы, дают сразу же удар вниз, да? Значит, в этот момент я часть позиции закрываю, на оставшиеся я ставлю стоп-лост без убытки. Вот дальше, вот фактически, да, я должен об этой позиции забыть, да? Либо она мне привезет, так сказать, дачу поля. Мы уже обсудили Роснефть, обсудили Забирбанк. Норильский никель, ты что-то вообще ничего не говоришь? Норильский никель, я упустил про норильский никель, так сказать, его там выгнали, потом ударили, так сказать, как бы, ну, мимо меня прошло. А поле золота, кстати, не могу попросить. Поле золота, к сожалению, тоже, я понимаю, о чем там, так сказать, разговор. Вот, кстати, и это будет самая главная моя, как говорится, задача вот в ближайшее время, да, так сказать, те позиции, которые открыты в шорт, они будут так и висеть, да, так сказать, как бы, я буду немножко, наверное, поигрывать Ри, вот. А моя задача вот в ближайшее время будет заключаться в том, чтобы находить активы, которые будут, так сказать, всплывать против Ри, то есть, которые будут играть, так сказать, ну, грубо говоря, телепри, ну, так вот я условно говорю. Слушай, вот тут спрашивают, а ты не хочешь какому-нибудь другу порекомендовать, чтобы он тоже выступил? Всем интересны твои друзья? А мои все друзья здесь выступают активно, вот, значит, Кузьмина все любят его. Уважают Василич, у тебя тут тоже выступил. Василич сейчас, кстати, начал писать активно на коммоне, вот. Да нет, он заканчивает уже. Мы с ним разговаривали, говорят, это у меня игрушка. А они не понимают, что за уровень у Васильевича. Ну, ладно, я даже не буду, мне это не нужно. Смотри, уже отдых. Вот, кстати, вот, сейчас, вот, ну, понимаешь, как бы, очень вот, ну, просто, с кучей людей я поддерживаю, то сказать, связь, ну, мы как-то закорешились на почве Волфикса, то сказать, спасибо за рекламу, вот, значит, и, как бы, ну, реально уже, ну, просто, просто переписываемся, ну, как бы, вне, то сказать, это, ну, не то, что, то сказать, нам не интересно, но, ну, просто, как, ну, то сказать, кому кто-то, кто-то с удовольствием пишет. Вот вопрос, кстати, по Газпрому, ты закрыл часть Газпрому и стоп поставил? Да. Ну, 195, у меня вход честный по Газпрому вниз. А где стоп? Ну, я не помню, ну, одним словом, ну, где-то там, по-моему, 190, ну, где-то, по-моему, рубля на полтора выше. Ты рассчитываешь, как стопы, по науке, или просто... Да просто, я вошел, да, где-то там две трети я закрыл. Вот стоп по безубытку. Да у меня проблема с рынком, я, вот, знаете, спасибо, Васильевич меня этому научил. Он говорит, не относись к рынку, как вообще, то сказать, как к какому-то, этому, типа, инвестиции, там, да, 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 да. Да это в рынок, это просто машина по высасыванию денег. Вот нет никаких цен, нет никаких фишек. Там Газпром, то сказать, есть фишка номер два, три, четыре, двадцать пять и так далее. И нужно просто с них качать день бабло. Вот. И все. И все. И вообще не разводиться, что рынок изменится, что он все завтра пропадет, что ты завтра инвестируешь, там, и так далее. Скажи, пожалуйста, что проницирующий объем, это можно, это сказать, в двух словах? Чего-чего? Проницирующий объем можно в двух словах? Или лучше где-то почитать? Нет, ну, как бы, в двух словах это вот, что такое. Значит, импульс, импульс всегда начинается с некого толчка. Да? То есть, значит, как бы, идеология очень простая. Значит, во-первых, для того, чтобы случился импульс, она сугубо материалистическая. То есть, импульс случается всегда тогда, не тогда, когда новости выходят. Не еще чего-то. Но это полная глупость. Другое дело, что это дело маскируется, но это не важно. Да? Всегда есть материалисты, ну, все же материалисты. Всегда есть накопление объема. Да? То есть, сначала человек купит, и только потом погонит наверх. Ну, что, Голдман Сакс, он что, вот слушает, вот, с какой там, это, какая безработица выйдет, что ли? Ну, что за бред собачий. Понятно, что он либо купил уже к этому моменту, либо продал. И рынок поколбасится, и потом куда-то уйдет. Так вот, проиницирующие объемы... А, потише, потише, проиницирующие объемы. Значит, вот когда объем уже сформирован, да, то должна быть просто вот такой толчок. Вот с этого объема, значит, инициирующий объем вверх. Вот у вас есть сформированный объем на каком-то уровне, да, инициирующий объем вверх, это всегда объем выше. Да? Это когда, так сказать, просто вот... Я понимаю. Вот. И этот объем, этот объем, на, так сказать, его надо смотреть на очень, ну, как бы, так сказать, ну, на маленьких таймфреймах, там, на минутки, там, на пяти минутки. Он видит. Он всегда видит. То есть кто видит, кто видит этот вот... То есть, грубо говоря, вот раз такая, так сказать, вот, ну, формируется, формируется, формируется объем, да? Потом выше него проходит, так сказать, вот эта инициатива, то, что называют объемщики, да, и все улетает наверх. Вот тебе надо немножко поотвечать на вопросы, а то там лента-то едет. Андрей, он же всё правильно говорит, просто сложно объяснить простые вещи. Оценка ситуации приходит в моменте. Ну это правильно, конечно, в моменте. Покажи картинки, дядьки. Будут вам картинки? Ох, мы забыли с тобой про стандартик поговорить. Ну картинка будет по стандарту. Что такое про стандарт? Стандарт 500. А, ну стандарт 500 такая ситуация. Значит, ну я уже говорил, что там есть подозрительная точка вчера 13.49, которую можно рассматривать как инициирующую продажу. Вот. То есть это ещё не тренд вниз, в отличие от 3 и золота, в который, на мой взгляд, просто сформировались тренды вниз. Вот. А там от 17.50, вот я ещё раз говорю, что я вчера сидел-то один дома. Вот. То есть я именно золото ловил. Вот. Вот. Ну ри я готов был просто засунуть, просто, как говорится, сразу. И даже немножко подсовывал вчера вечером. Просто вот так вот, на риск. Ну потому что я видел золото, ну думаю, ну блин. Ну должны ударить. Вот. Значит, вот и всё, то есть вот. Что касается СИПИ, что сегодня может случиться? Сегодня может случиться такая вещь, что СИПИ всё-таки как бы отскочит куда-нибудь в район 13.46. Вот. Вот. Вчерашних... Отскочит это вниз немножко передали? Нет. Нет. Наоборот. Она сейчас ниже. По крайней мере так. А ты говоришь про фьючерсы? Про фьючерсы, извините? Про фьючерсы. А, про фьючерсы, да. Вот. Понимаешь, Катя Леонидович? Вот. Вот. Ситуация вот какая. Значит. Мы сейчас находимся, мы сейчас находимся, грубо говоря, ну в лучшем случае, да, что касается шарта, в коррекции, да. То есть у нас фикс произошёл вот в районе 26-го числа. То есть это где-то 13, по-моему, 13.08, что ли, вот по СИПИшке, да. То есть сначала мы должны сходить туда, там отторговаться, что-то заколбаситься, может пробьём вниз, может вернёмся, то-сё, пятое, десятое. И только оттуда начнётся, так сказать, великое, вот, новое движение. То есть в терминах «ри» это 157. То есть мы должны, я ещё раз говорю, вернуться на эти 157. Там они наберутся. Что-то такое там. Они наберутся, хомячки, подтяжесть у лохопедов, и поедем вниз. Да, да. А куда это неизвестно? А куда неизвестно. То есть, ну, я хочу сказать, что тут, ну, сейчас прогнозировать очень сложно. Тем более такую вещь, как «ри» или «сепиху». Потому что это всё одно и то же. Это всё пустышки. То есть играть нужно на конкретных бумагах. А ты что, какие бумаги меня хватили? ВТБ. Ну, расскажи про ВТБ. Ну что, ВТБ. 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 такая картинка, понимаешь? И он взял ее и опубликовал. Это как в анекдоте, да, как в Оленинке. К нему приходят, кстати, эти пионеры или там комсомольцы говорят, а он пишет там учиться, учиться, учиться. Он говорит, Владимир Владимирович, ну что, действительно, что ли? Учиться, учиться. Дальше говорит, ребята, что бы. Это я просто ручку расписывал. Понимаете? Вот у меня про Иллиота, вот у меня такая же фигня. А можно что же я рекламу скажу? Про вчера был семинар, реальный, на бирже РТС. И там, значит, было две части. Ну, первая часть, это была команда United Raiders.com. Значит, а вторая часть выступала Людмила Вахмянина. Да, 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 да. Я вот пропустил. А ты пропустил. И вот люди, которые там сидят, тоже пропустили некоторые. И я записал на эту камеру, я сидел на первом ряду, Людмила Вахмянина, и там как раз вот спрашивают вопросы по Волфриксу, вот я смотрю, да, и там сколько стоит, там новые модули сейчас, в общем. И вот эти все вопросы, она очень подробно... Вот, я сегодня-завтра это все залью на канал Верников в что на YouTube, это все разойдется по социальным сетям, ну, имею в виду все и на Цериха, и на Камон, и куда, на Хао, тут рейд пойдет, да. И вот просто смотрите, кому интересен Волфрикс, выступление Вахмянина, да? Она плохого не посоветует, я думаю. Нет, Люда очень квалифицированный человек, вот, и она, значит, вот тут вот в Церихе, ну, как бы, просто замечательно выступает, вот, и я считаю, что просто, ну, просто Церих в силу, просто, ну, каких-то, он даже не понимает, как ему повезло с Людой, ну, вот, потому что, почему Церих так, как бы, до сих пор, вот, так слабо использует Волфрикс, вот, мне не понять. Но это, как говорится, важно, что, значит, вот, ее все начинания здесь... Давайте вопросы, вопросы глупые, а то у нас сейчас, там, я видел, Александра Мишина в куртке, и я боюсь, откроется дверь, и нас будут отсюда догонять скоро, потому что у него вебинар по поводу, тоже вебинар хороший, так, по поводу ВТБ. ВТБ, возможно ли слияние ВЭБ, уменьшение фрифлот, в последующем выносу, ну, это не... А, ну, корнер, возможно, заниматься все шесть? Нет, ну, как бы, ну, как сказать... Давно корнеров не видели? Нет, ну, что значит, ну, возможно, нет, ну, это только вопрос, вот, вот, видите, это вопрос, вот, ну, как сказать, ну, как, ну, возможно, ну, и что дальше, понимаете? Ну, просто, как бы, это, извините, это трудность образования, но невозможен, понимаете? Невозможен, вот ответ, невозможен, потому что, да, невозможен, потому что так не бывает, ну, в смысле, это, конечно, ну, все бывает, поэтому нужны стоп-лоссы, но, 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 по-человечески этого быть не должно. А помнишь, корнеры на Сургутнефте, Газе, на Моцинаргане? Нет, так извините, так этому же предшествовало-то, как, это сначала рынок растет, 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 и потом начинает, так сказать, это, так сказать, переходит в экспонент. Но никогда не бывает, что рынок падает, 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 он переходит в экспонент. Этого не бывает. Нет, я хочу сказать, что, конечно, нет, ну, так сказать, мы не будем, но обычно, обычно, так сказать, рынок движет, двигает. Самый большой продавец или там покупает. То есть, это, грубо говоря, рынок сам, никакой стихии рынка нету. Понятно. Рынок двигается. Вмежду прочим, на этой неделе немножко заработал и по виртуальному пакету, потому что я вчера написал, что и по реальному. По реальному немножко я подрезал, там две акции, сейчас на 50%, потому что уже вчера понял, что надо играть немножко от шарта. Но тут мне пишут, что Андрей лучше не слушать, а смотреть его видео. То есть их нереальная доходность, ни виртуально не убеждает. Ладно, обождем немножечко. Где искать ломка в золоте? Ну как, значит, вот если вы посмотрите на профиль, то вы увидите, что по 17.50 сформировалась раздача. Да, там были выносы там и так далее. То есть вот как бы по 17.50 человек, Натан, да, по имени Натан. Не надо! Сейчас погаснет свет в этой студии. Значит, это золото раздавал там с неделю. Вы спрашиваете, вот он раздал, где искать, что сказать, лонга, да? Значит, он прогонит вниз, потом он там его соберет. Этот объем мы увидим. Потом он еще разведет то, что называется, с заходной волной, да, скинет, то есть и так далее. Но мы увидим это, где искать? Не знаю где. Надо смотреть профиль. Как только будет накоплен правильный объем для лонга в золоте, вот там и надо будет искать его лонга. А сейчас нет. А я могу тебя попросить, что ты свои мысли иногда на социальной сети Коммон публиковал? Там пустенького. Ну да. Там пустенького. Нет, я там как бы все это зарегистрирован, но вот ты меня всячески призываешь, и я в течение где-то трех недель после вебинара там обитаю. А потом что-то мне как-то... Потому что, понимаешь, ситуация какая? Вот в этом смысле, ну, смартлаб мне нравится гораздо больше, потому что там такие вот, там какие ребята там ухари, там, типа меня, там, раз, погнали, там. Вот это мне нравится, понимаешь, то есть, что пишут, я зашартил на все, а, красота. Понимаешь, или я купил, понимаешь, это соответствует вот моей такой трейдерской психологии, понимаешь. Другое дело, что я считаю, что надо, ну, точно шартить, да, но я тоже на все шаршу. Потому что, да, кто на ресурсе, кого там надо слушать на смартлабе, я там не бываю вообще-то. Нет, ну, там, так сказать, как бы масса есть приличных людей, ну, Дима Солодин там, тот же, да. Это вы друг? Ну, не то, что друг, ну, как бы, ну, так, ну, я просто понимаю, что он очень хороший, ну, в смысле, очень... Это реглама смартлаба, а почему ты не хочешь? Ну, хорошо, а кого еще? Потому что весело, потому что весело там. А ты считаешь, на гаммоне не весело? Ну, на гаммоне там более такой, ну, солидный народ, так, все, что-то, потому что, нет, смартлаб, потому что он... Да там Василий сейчас сжигает, он как-то скажет, в мишке вам это... Нет, 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 вот смартлаб чем угадал, да? Он угадал короткими сообщениями. Знаешь, там лента короткая, там человек пишет, вот там, типа, на Блокберге или на где-то, то, с этим, они печатают, такой, он, ну, пишет, 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 ну, что обсуждать? А это пошла анти-реклама Блокберг? Нет, ну, я, нет, 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 как бы там просто разные люди. А на смартлабе все просто, понимаешь? То есть ты говоришь, типа, продал, молодец, все там, молодец. А вот, хорошо. Так сейчас выходить, спрашиваю, дез лангов или нет? Ну, тут непонятно, какая у человека стратегия. Да, да, ланги закончились. И ты считаешь, что среднесрочно тренд пойдет вниз. Потому что, ну, на два дня народ это не устроит. Пока мозги перестроят, понимаешь, на продажу, допустим, да, придет купленное время. Ну, мне кажется, да, вот, мне кажется, да. Но, понимаете, какая вещь? Вот я еще раз говорю, что, ну, мы же, видите, мы же не, не, вот, вот, чему правильно учат ребята из Киева? Без рекламы, вот. Они учатся в такой вещи, что нету никакой гарантии, что не придет какой-нибудь крупный парень и не прогонит крупный объем, который будет причиной движения туда или сюда. Да? То есть мы видим ситуацию только локально. Вот сейчас ситуация такая, да? Но, как бы, говорить о том, что, то есть, вот, как и летчики говорят, вот, мы пойдем на, то есть, там, на 0,38, то есть, у нас будет коррекция. Ну, глупость, это полная. Потому что, то есть, мы будем падать до тех пор, пока, то есть, не выйдет крупный продавец и, то есть, как бы, просто станет стеной. Где он станет? На 0,38 или на 0,45? Ну, кто знает об этом? Ну, никто не знает. То есть, есть некоторые, так сказать, как бы, точки, точки, да, которые можно рассматривать в качестве предварительных, так сказать, вот, моментов, где искать, где ждать появления. А, Таша, зачем ты обидел Камон? На Камоне есть хорошие люди. Микола, например. Да, очень хорошие. Мы с ним бухали, как-то, так сказать, там, ночью, целую ночь ходили там с ним по Мостолу, да. Так что, вот. Нет, дело не в этом. Ты Камон не обижай. Теперь по поводу нашего визита с утра мы сюда шли, зашли к Сашку, и Сашок сказал, что серебро это говно. Ну, уж Сашку виднее. Я про серебро ничего не могу сказать. Да? Ты не работаешь. Да, ничего не могу сказать. Теперь валютная пара. Ты как-то отслеживаешь? Да. И картинка по канадцу. Была канадца. Ну, такая же фишка, понимаете. 26 число, так сказать. Вот опять же, так сказать, канадец там выперся. Все время там выше единички, вот. Ну, это как бы там прямой котировки. Но я просто хочу сказать, что, ну, оно все, оно все показывает, вот, так сказать, какие-то точки, точки входа, точки входа, ну, в возможный шорт, который, так сказать, вот, ну, возможно получится. Вот. То есть, значит, я еще раз говорю, что на данный момент ситуация какая? В золоте шорт, да, то сказать, скажем, в каких-то тоже активах в шорт, да? Значит, вчера в Сепихе подозрительная точка, 13.49, откуда можно было становиться в шорте. И уже дали плюс, понимаешь? Уже оттуда, то сказать, уже как бы мы сходили. Другое дело, что как бы это не есть, ну, настоящее трендовое, а вот в РИ, 163,5, это настоящее трендовое. И Василий Игоревиченко говорит, что золото в латино не подходит для крупных позиций. Ну, да. Ну, то сказать, ну, а что, ну, ну, как бы, то сказать, а у меня не крупное, то сказать, золото. Ну, что там, ну, там, я, там, грубо, десяток контрактов, то сказать, что-то это засовываю. А потому что, нет, дело в том, что я вот выступал в этом смысле с Ромой Горюновым, да, то сказать, в музее, ну, а что, на опционной конференции, вот. И я говорю, то сказать, Роме, ну, надо нам каких-то... Почему я с этим золотом связался, там, потому что, потому что, как бы, ну, я на фьючерсе, да, то сказать, как бы, и, ну, у меня достаточно много, то сказать, на средств на фьючерсе, вот. И мне нужны иногда какие-то активы, которые не рашка. Да. Понимаешь? То есть я вообще Роме говорю, давайте сделайте Сипи, то сказать, торгуйте, ну, или там что-то такое, там, ну, кстати, Рома обещал, в этом смысле торгует шанхайский композит, вот, то есть честно обещал, но что-то, как бы, нет у него, вот, то есть просто есть ситуации, когда ты, то есть российские активы, они очень-очень такие, вот, ну, как сказать, очень, ну, кукловодческие. Вася, сделайте мне Волфикс по блату один инструмент. Вася, а на месяц доступ бесплатно? Да. Так. А мы здесь Волфикс не продаем, уже, в общем. Как не продаем? Мы ругаем. Людмилу, Людмила продает. Нет, Людмила продает, мы просто клиентов посылаем тут. Клиентов посылаем, здравствуй, силы. Ворс, полный восторг. А вот теперь про Путина скажи, вот нахрена ты вышел с плакатом этим? Я не хотел. Ты понимаешь, что ты, если Путина замочишь, то, как бы, контракты все, Газпром, Роснефти, на нем, как бы, и вот эта вот вся нефтяная... А, между прочим, нет, а я хотел сказать, что вот, я в этом даже, так сказать, когда-то опубликовал даже, этот, пост на эту тему, понимаете, как бы, мне кажется, что вот то, что происходит в Роснефти, это все, как бы, ну, начался, так сказать, ля-ля, вот, к рынку не имеющей никакого отношения. Но я вот выдвинул такой термин, или, ну, идею общности судьбы. Ведь, понимаете, как бы, то есть ситуация какая? Вот, 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 как удержать жуликов и воров? Да. Вот как удержать? Как заставить их быть преданными? Как? Как? Блокатом эти? Никак, не блокатом, то есть нужно просто опустить рынок. Они не должны убежать, сволочи, с корабля. Понимаешь? То есть они активы не успеют вывезти, а ты уже на капусте... Нет, просто Вова, Вова, вот, вот, если он умный человек, да, то есть он не должен дать этим гадам всем убежать, иначе они все убегут и его кинут. Да. Понимаешь? То, что рынок замочится. Ну, нет, Вова должен просто весь рынок опустить и сказать, вот, вот, как бы, если вот меня выберут, да, вот тогда вы все получите, так обратно. Я ничего более оригинального не слышал. Ну, вот, понимаешь? А все думают, почему Роснефть мочит? Да потому что, если ее гнать наверх, они все убегут, и Вова здесь останется, как дурак. Да? Нет, они должны обратно все опять идти, вот, эти все часы свои снять, так сказать, эти дригеты и прочее. Понимаешь? Ну, а что, время-то до выборов-то как? Вот так вот, вот так вот, все должны, так сказать, вот он, нужно просто все активы опустить и сказать, ребяточки, если меня не выберут, сволочи, если вы мне не обеспечите выборность, да, вы все останетесь. Что ты думаешь по поводу Церехова тут спрашивают? Какого? Хороший это брокер или плохой? Нормальный. Вот. Нет, ну, просто как бы... У вас вождь работает в зале, да? Нет, не работал, так сказать. Да. Работал в зале Цереха. На самом деле, я вам просто могу сказать такую вещь, что, так сказать, ну, как, вот что сказать про брокера Цереха, да? Да. Ну, просто очень простая вещь, так сказать, Володя Нефедов, так сказать, начальник и руководитель, так сказать, всего этого хозяйства, да, хозяйства, хозяйства, да, каждый день приезжать на работу. Вот, еще надо что-то говорить? Ну, нет. Вот, вот и все. Вход, кабинет к нему открытый, всегда можно пойти, что-то сказать. Да, ну, в крайнем случае, подождать он при входе. Да. Вот и все. Так что нормально, можно с ним, некоторые люди с ним обидуют. Ну, да. И можно довести информацию. Так, тут уже обсуждается скидка. Ну, правильно, Василий, а что бесплатно давать? А зачем давать бесплатно то, что приносит деньги? Люди потратили свое, да, время на совершенствование этой системы. Сколько инструментов примерно, ты говоришь, что не получать у тебя отслеживаются много инструментов? Ну, у меня три экрана, вот, и, так сказать, вот сколько влезает, и вот один на одном, на одном, на одном, на одном. Ну, вот никак не могу восемь себе поставить мониторов. Ну, Вася всем советует, значит, вот восемь мониторов, да, ну вот, ну что. Потому что, то есть какие-то моменты, которые ты должен просто видеть вот большую такую полосу. Я с ним согласен, да, чем больше, тем лучше. Потому что, потому что, говорю, что понимание, понимание объемов еще никому не вредило в торговле. Ну, никому. Вот нет такого человека, нет, один только, я знаю только одного человека, который мне это публично написал. Но я не буду говорить, кто это такой. Большой человек? Да. Она Натан. Натан, да. Понимаешь, что с этим... Алекс, нормально, ты ничего не пропустил, потому что мы записи выложим на Ютьюбе, канал Верников 100. Вот, там вот слайды, я тут немножко лажанулся и не смог все слайды протянуть. Ну, в общем, собственно говоря, то с этим, я все и сказал. Вот, что... Значит, мы сейчас уходим, задавайте два последних вопроса, и мы сейчас уходим с эфира, нам надо освобождать Александру Мишину, проверить вебинарную, а то здесь уже, здесь уже душно, нет кислорода. Мы мыслим... Ну, Вася Гриченко, какой орел, смотри, сколько он тут уже с клиентов напитал. Василий, я там портфелем управляю, ротация в Церихе, ты мне тоже, пожалуйста, клиенты так подгоняй, так временами. Правильно? Ну, надо пользоваться, по-моему. Так, видение на следующую неделю, вот первый вопрос. Ну, не знаю, ну как, но я вижу точки входа в шорт, да, но эти точки входа должны либо сработать, либо они отстопятся без убыток. Вот, вот и все видение. Ну, как, ну вот, по профилю мы должны сходить, то есть, как бы, точки, вот, ну, вернее, то есть, объемы, то есть, которые должны, вообще, так или иначе, все это дело притянуть, парить, да, это где-то, там, 157, вот. То есть, а будет это или не будет, ну, кто знает, понимаешь? Ну, что, ну, не пойдет, то есть, отстопимся, ну, что. Первый раз, что ли? Где можно почитать Василия Грищенко? Почитать не надо, сниматься, связаться. Значит, у Васи есть, во-первых, это... Ну, сейчас она пишет сам, он на линии. Да, понятно. Нет, ну, я начал с того, что я его, значит, увидел его вебинары на сайте, по-моему, вебинары, сейчас, 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 сейчас скажу, как... Алик? Нет, бесплатных, бесплатных вебинаров. Как же сайт называется, я забыл, черт. Да не надо, ладно, неважно. Василий Грищенко пишет, что надо на четырех мониторов начать. Слушай, он злодей, он вообще похитил наш вебинар, он просто уже сам ведет, уже свой вебинар ведет, то есть идет, паразитирует. Слушай, как что ты скажешь по поводу... Видишь, Ран, ну... Будет видно. Конкурента будет. Ну, еще конкурент там здесь. А у него только три, у Егора только три, а у Василии четыре надо. Зарабатывайте, можно зарабатывать. Зарабатывайте больше, покупайте больше. Нет, это монитор, кстати, не очень дорого. А, понимаешь, дело в том, что Волфикс, на самом деле, да, это, значит, контора по продаже мониторов. А ты занимаешься ландшафтным дизайном, а я занимаюсь ландшафтным дизайном. И на самом деле цветочки, горки арктические, реклама арктических горок в прямом эфире. Так, ну ладно, просьба греченько сделать ценник отдельно на один инструмент. Это все уже пошло мимо нас, уже пошло все на Болтвикс, мы на Киев все приориентировали. Ну в принципе не жалко. Ну вот еще, как ты думаешь, кого надо пригласить в следующий раз? Я ждал тебя, что ты скажешь, что у меня есть друг, интересный трейдер, и он готов прийти, поговорить. Ну надо подумать. Ну ты подумай, ладно? Потому что нужны нам интересные люди, которые выигрывают. 28% это же очень хорошо за два с половиной месяца. Да, я просто считаю, что это здорово. Все, спасибо дорогие друзья, значит, я думаю, что вождь не... Последний раз ловлю на условия, когда будет какая-то движуха, мы снова позовем, надеюсь, он к нам приедет. Выложим вебинар, выложим вебинар, выложим вебинар. Завтра точно выложу к вечеру, зуб даю. У нас еще вебинар Вахмянина у меня висит, а также команды, которая выиграла ЛЧИ, а также фильм про ЛЧИ, вечеринку с прогнозами аналитиков. То есть там сейчас будет сплошное выкладывание на канале Верников 100. Спасибо вождю, спасибо вам, что пришли. Спасибо вам. Сегодня у нас было 60 человек на линии, это мало, но все-таки более-менее. Спасибо. Все, да, закончилось или нет еще? Сейчас я запишу только все, ладно, всем удачи, спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.